Сегодня в здании областного правительства подведены итоги работы регионального совета ветеранов в уходящем году. Обозначены планы на 2020-й, который президентом объявлен годом памяти и славы. Основное это подготовка к празднованию 75-й годовщины Великой Победы и патриотическое воспитание молодежи. Артем Петров продолжит. Областной совет ветеранов – это армия опытных, инициативных людей, которые сегодня передают свой опыт молодому поколению. Во время встреч со школьниками и студентами главная задача этих людей – затронуть струны души, поделиться тем, что сами копили десятилетиями. Десант-наставник, что это такое? Ну это, по-моему, продолжение тех традиций, которыми всегда наша Ульяновская область гордилась. Наставничество – это что? Это воспитание хороших кадров для страны. Вот вы все-таки общаетесь с молодежью. Какая она сегодня, молодежь в Ульяновской области? Ульяновская область молодежь умная, грамотная. У нас много форм патриотической работы, много мероприятий, это факт. Но в нашей жизни много и такого, отчего у молодых людей суме отец в головах. Юбилей Победы необходимо использовать как мощный фактор воспитания молодых. Сегодня не только в районах, но даже и в областном центре мест, где поименно перечислены наши герои Великой Отечественной единицы. Губернатор выступил с инициативой в год памяти и славы создать целую серию парков, где каждый уголок – это рассказ о том, как ковалась Победа. Я предлагаю вместе с вами подумать и разработать стандарт вот таких вот парков и назвать их «Парки Победы». У нас сегодня львиная часть молодых людей не знает маршалов Победы. Мы могли бы там разместить героев Победы, мы могли бы это все освежить в их головах, а у кого-то может просто даже молодых людей научить. С 2014 года в регионе ведется и своя летопись героев Малой Родины. В одноименную книгу заносятся именно тех, кто проявил себя в самых разных сферах – общественный, трудовой, культурный, военный или служебный. Оригинал книги «Почета героя Малой Родины» хранится в Ленинском мемориале. Но раз в год туда добавляют новую страницу, например, в этом году добавятся 10 имен – свидетельство о занесении, вручает губернатор. Среди тех, чьи имена пополнили страницы книги, люди, которые всю жизнь трудились на благо своего региона и родной страны. В их числе и наш коллега, бывший руководитель газеты, которая выпускалась в Новоспасском районе. Пропагандировали все лучшее, что у нас было. Рассказывали о людях, от которых очень много зависело. Сегодня треть населения региона – граждане старшего поколения. Больше 72 тысяч – дети войны, 9 тысяч – труженики тыла и 358 – участники и ветераны Великой Отечественной войны. Именно на них лежит задача по продвижению правды о тех страшных годах, чтобы следующие поколения не забывали своих героев. Артем Петров и Денис Миронов. Вести. Ульяновск.